В качестве на работе соцучреждения будут уделять особое внимание в Иркутске. Для этого от горожан ждут новых идей, как сделать областной центр лучше и комфортнее для жизни. Ведь в наступившем году столице региона исполнится 355 лет. С какими уже результатами Иркутск подошел к этой знаменательной дате, проанализируем далее. Лидеры духовные, лидеры политические и самые активные, неравнодушные горожане. Сегодня они собрались ради одной цели – выслушать мэра Иркутска. Городоначальник отчитывается за 2015 год о преобразованиях масштабных, влекущих за собой последствия. Например, от очереди в детские сады избавились. Ребятишки старше трех лет пристроены. Теперь городу нужны ясли и не только. В 2016 году мы построим еще четыре детских сада и откроем после реконструкции еще три детских дошкольных учреждения. Продолжится эта работа и в 2017 году. Но с этого года основной акцент – это школы. Начать строить должны три школы, одна из которых – самая крупная в регионе, рассчитана почти на 1300 учеников. Так как школьников становится больше, им потребуются и новые спортивные площади. Поэтому в Иркутске появится еще один физкультурно-оздоровительный комплекс и бассейн. Это уже оценили взрослые спортсмены. Им тоже будет легче найти места для тренировок. Я очень рада, что у нас появились действительно объекты, которые принадлежат городу Иркутску. Потому что нам проще работать. Поработать предстоит и на юбилей Иркутска. 355-я годовщина должна запомниться горожанам самым массовым строительством скверов и парковых зон. Облагораживания ждут почти 90 площадок. Высаживать деревья, возводить памятники приглашаются бизнесмены и широкая общественность. Это все радует. Будем помогать и советом, и делом, и волонтерскими работами. Поработать для удобства горожан готовится и муниципальный автобусный парк. Его ждет пополнение. Первые 20 автобусов появятся уже в конце мая. Новые машины могут поставить в том числе на новые маршруты. Их сформируют с учетом пожеланий горожан. Предложения по транспорту и благоустройству принимают разными способами. Письменно, по телефону и даже в социальных сетях. Только вместе можно сделать город лучше. Это главная задача для всех иркутян. Лада Робакова, Михаил Глызин. Новости по будням.